Девушки отдыхают... Ну, с чем пришел? Есть весть о твоей жене. Так что ж ты, сука, сразу не сказал? Где она? Почему ты ее не вернул? Она на кривоуховых топях. Нашла себе там стол, приют и занятия. Кажется, ей там хорошо. Ты должен был вернуть ее, а не проверять, как она там устроилась. Ты хотел ее найти? Я ее нашел. О большем мы не договаривались. Думаешь, я законченный выродок, а? И сам во всем виноват? То, что я думаю, не имеет значения. И все-таки в твоем взгляде я вижу презрение. Не знаю, как с этим в мире ведьмаков. Только вот в людском мире нету черного и белого. Ты, наверное, скажешь, что не ты один виноват. Ну, давай, рассказывай. Санетта у нас была любовь с первого взгляда. В битве под Анхаром мне копьем плечо раздробили. Она меня перевязывала. Когда я оклемался, попросил ее руки. А она, дела, и расплакалась от счастья. Скоро Тамара родилась, а меня Фольтест отправил в Цидарис. На помощь королю Этейну. Воевать с каким-то разбойничьим атаманом. Потом еще заварушка. Потом еще одна. Дома я редко бывал. Война наша пьяняла, как водка. Мы с ней так друг к дружке привязались, что даже дома я не мог с ней расстаться. Ну, хорошо. Что было дальше? Я воевал на разных фронтах. Получал жалования. А Анетта одна сидела целыми месяцами. Но позже я узнал, что она была не так уж одинока. Ее почти три года утешал какой-то Эван. Друг детства. Пес бы на нем ездил. Понимаешь, сука. Если бы она один раз загуляла, я бы рукой махну. Но она мне годами рога наставляла. В гробона видала и меня, и мою любовь. Как ты узнал? Вернулся домой однажды и не нашел ни Анны, ни ее вещей. Только письмо. Написала, мол, меня не любит. Уходит к этому шлепку и забирает с собой Тамару. Я думал, прям там кончусь. А поехал к нему. Хотел только девочек домой забрать. А как его увидел, что-то вселилось в меня. Завалил паскуду. А требуху его бросил псам. В конце концов, тебя же не просто так Кровавым зовут. А? Розвище обязывает. А, нет. С Кровавым это совсем другая история. Надо думать, Анна была не в восторге. Это сука, мягко сказано. Устроила истерику, бросалась на меня, легалась, царапалась. Наконец, за нож схватилась. Я, если бы не уклонился, так бы и зарезала меня. Вот тогда я впервые ее и ударил. Не знал, как успокоить. Ну и вот с того дня все переменилось. Анна несколько раз пыталась убить себя и меня. Доводила до того, чтоб я ее ударил, кричала, мол, я убил в ее жизни любовь. Лучше бы ее саму убил. Я тысячу раз прощения просил. Я цветы носил, подарки. И хоть бы что. Через два года злость ее перешла в равнодушие. Но вот временами, то у нее приступы безумия случались, то я с пьяных глаз что-нибудь устраивал. Не знаю, как мы выдержали столько лет. Так что, как видишь, не все было так, как могло показаться с самого начала. Ты прав. Вина лежит на вас обоих. Рад, что ты это понимаешь. Ну ладно. Если не хочешь привезти Анну домой, расскажи хотя бы, как она там очутилась на этих болотах. Твоя жена служит ведьмам. Ты сука, о чем? Каким таким ведьмам? Тем, которые живут на кривоуховых топах. Мужики о них болтали, но я-то думал, это байки. Как она там вообще оказалась? Она заключила договор с ведьмами и... И, вероятно, у нее помутился разум. Какой нахер договор? Она хотела избавиться от ребенка и пошла к ведьмам. Они обещали помочь. Взамен она должна провести у них год на службе. Ведьмы сдержали слово, как понимали по-своему. А, то есть? Анна, наверное, думала, что ребенок в ней как-нибудь сам исчезнет, но ведьмы просто довели ее до выкидыша. Думаю, тогда она и начала сходить с ума. Кроме того, ее связали магическими путами, которые причиняют ей боль, если она пытается нарушить договор. Договор с ведьмами? Звучит как скверная шутка. Надо ее отсюда вытащить. Делай, что хочешь, но меня не втягивай. Таскаться по болотам и путаться с ведьмами – чистая глупость. Так что делать-то? Сидеть сложа руки и ждать, пока она сама вернется? Я пошлю туда людей. Я сам с ними пойду и вытащим ее. Я тебя предупредил. А как ты поступишь – дело твое. Я свое слово сдержал. Теперь ты держи свое. Кто слово дал? А на чем бишь я... На вас напал Василицк. А, да, да. Ну и здоровая же была скотина! Он, когда перед нами поднимется, не отмечается. Этот раз нам его не вывернут. Берегись! Если я не выживу, бери из замка все, что захочешь! Выживешь! Ну тогда покажем эти сволоки! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 Добавил субтитры